всем добрый день сегодня у нас очередная рубрика разминка для ума на этот раз мы рассмотрим заключительную вертикальной системы а конкретно рассмотрим вертикальную двухтрубную нижней разводкой тему отопления вертикальную двухтрубную с верхней разводкой мы рассматривать не будем потому что она обычно применяется для малоэтажных зданий при естественном движении при радиусе действия 15 метров от центра нагрева котла ввиду того что домик то все-таки проходит но мы будем считать программе danfoss со 3.8 которая предназначена только для насосных систем поэтому систему с верхней разводкой двухтрубную мы рассматривать не будем а остановимся на вертикальной двухтрубной системы с нижней разводкой который представлен вот здесь вот в данном домике который мы уже рассматривали нескольких программах поэтому кто пришел в первый раз и не знает как осуществлять проектирование при помощи программного обеспечения есть видео на моем канале где все это для новичков рассказывается и показывает всем желающим могут познакомиться с этими видео которые идут в двух плейлистах это отопление и компьютерной технологии в системах тгв а мы сейчас будем проектировать систему двухтрубную вертикальную с нижней разводкой в принципе возьмем тот же самый что и предыдущие схемы а мы рассматривали однотрубные вертикальные с нижней и с верхней разводкой как они проектируются на что нужно обратить внимание и сейчас более подробно остановимся на двухтрубной вертикальной нижней разводкой здесь тоже магистрали разведены по первому этажу стояки поднимаются с первого этажа до второго этажа и захватывают отопительные приборы которые располагаются разносторонне в каждом помещении первого и второго этажа по два прибора к магистрали мы заизолируем стояки и подводки будут открыты потом по своему желанию если вам есть необходимость вы это все можете либо заизолировать либо спрятать куда-то в конструкции ограждения и в качестве трубопроводов будем применять металлические трубы сейчас переходим в программное обеспечение Danfoss O3.8 для того чтобы работать программой вам понадобятся рекомендации именно пособия фирмы Danfoss как проектируется система отопления жилых и общественных зданий здесь не только касается многоэтажных зданий и также касается индивидуальных строений поэтому заходим на сайт Danfoss всегда берем актуальную версию данного пособия и на основании этого пособия в дальнейшем смотрим рекомендации и проектируем соответствующие системы отопления расстановкой их оборудования для того чтобы в последующем не было проблем с гарантийным обслуживанием данного типа оборудования если вы поставите не в соответствии с рекомендациями то в дальнейшем у вас будут проблемы по гарантийному обслуживанию если такого существует на время приобретения данного оборудования мы перешли в программу Danfoss O3.8 первым делом что мы сделаем мы перенесем те данные которые получили в программе Waventropa ZC 5.0 а именно мощности отопительных установок помещений для этого Открываем соответствующий файл и переносим эти данные непосредственно в эту программу. Ввиду того, что у нас магистраль прокладывается по первому этажу, а не в подвале, поэтому мы информацию о подвале убираем. Если у вас прокладывается магистраль в подвале, то информацию не надо удалять, а добавлять дополнительное помещение и дополнительное перекрытие для того, чтобы разместить подвал. Из-за того, что система с низней разводкой. И чердак мы тоже удаляем, ввиду того, что система с низней разводкой прокладывается в ней снизу. И точно так же чердак не будет взаимодействовать с другими помещениями. И вот эту информацию мы оставим для того, чтобы в дальнейшем ее применить при отрисовке вашей системы отопления. Следующее, что мы делаем, мы заполняем данные общие. Для нашего расчета берем проектирование и регулирование. Зону климатическую нет необходимости брать. Ввиду того, что мы не рассчитываем на системы теплых полов и тому подобное. У нас будет зависимая система подключения к тепловым сетям. Поэтому мы возьмем температуру тепловых сетей. Дальше, как я и говорил, берем стальные трубопроводы. Повторяем все те действия, которые сейчас совершаю я. Если вы все правильно сделали, ввели за мной, то у вас не будут выскакивать ошибки, показывать окошки, которые не заполнены. Поэтому нажимаем клавишу ОК. Если у вас все введено для расчетов, то и окошко, соответственно, закроется. Начинаем отрисовывать систему. Начинаем, как обычно, с отрисовки помещения, в которые мы разместим необходимое оборудование. И сделаем заготовку в дальнейшем, чтобы применять ее, как отрисовкой не на самих помещений, так и элементов системы отопления в этих помещениях. Дальше я умолкаю, включаю быструю скорость для того, чтобы продемонстрировать, как осуществляется у нас отрисовочка элементов. Продолжение следует... 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 Итак, мы сейчас отрисуем узел управления, в отличие от одной трубной системы, где мы заканчивали первой задвижкой, то здесь, ввиду того, что программа разрабатывалась для двух трубных систем, мы установим смесительный узел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Давайте рассмотрим пример с автоматическими балансировочными кранами Для этого устанавливается в основании стояка регулятор перепада давления и клапан-пупник, благодаря которому регулятор перепада давления сообщается импульсной трубкой И давайте отрисовывать Так вот мы отрисовали систему с автоматическими балансировочными клапанами А именно регулятор перепада давления и клапан-пупник для импульсной трубки Сейчас приступаем к расчету Убираем грубые ошибки, если у нас ползунок дошел до 50% И убираем ошибки и расчета, если у нас ползунок дошел до 100% Итак, выполняем Играет музыка Итак, как вы видели, я продемонстрировал вам, как рассчитывается система двухтрудная вертикальная с нижней разводкой Как я исправил ошибку Вот здесь вот, когда у нас настройки были меньше двух А конкретно вот здесь было полтора Потом я поставил пять секций Здесь было две с половиной Потом стало по полтора И уменьшил количество секций Тем самым настройка увеличилась Тоже можно самое проделать и с другими Отопительными приборами уменьшить количество секций На одну-две секции и больше И у вас подраскроется клапан и тем самым настройка повысится Вот так вот рассчитывается система Здесь осталась последняя ошибка Здесь можно поменять клапан регулировочный Чтобы система адекватно регулировалась У вас должно быть следующий приоритет клапану Клапан, потери давления на клапане должны быть равны Потерям давления в основном циркуляционном кольце Здесь через нижний прибор идет Либо больше Но в данном случае у нас получилось больше Это не грубая ошибка Можно поменять другие клапаны Посмотреть, поставить Что произойдет в результате Либо поменять какое-то оборудование Например, плавые щечки Можно здесь ставить не теплощечки Как стандартные теплощечки Которые идут на многоэтажные дома А может быть и поставить Ввиду того, что дом небольшой Коттеджный поселок По сути это одна квартира Можно здесь поставить и квартирный Может быть и улучшится Значение данного клапана Вот так вот рассчитывается система Двухтрубные, вертикальные, с нижней разводкой При разностороннем присоединении отопительных приборов Есть, конечно, нюансы Но принцип я вам продемонстрировал Давайте рассмотрим систему Двухтрубную, вертикальную, с нижней разводкой С применением ручных балансировочных клапанов Куда они устанавливаются И где они должны быть Итак, начинаем отрисовку Итак, давайте поступать к расчетам Убирать ошибки грубые Неправильно отрисовали Подсоединили, применили оборудование Это если у вас ползунок дошел до 50% И если у вас ползунок дошел до 100% И есть также ошибки То исправляем ошибки расчетов Которые влияют на распределение теплоносителя По системе отопления И давайте сейчас запускаем И убираем ошибки После исправления ошибок Остались у нас не влажные ошибки А именно три ошибки Которые вы сейчас можете наблюдать И также вот продемонстрировал Как можно уменьшить количество секций И тем самым раскроется клапан Все мы получили Настройки клапанов не меньше двух Получились единственные Настройки балансировочников Получились низкие За исключением только В узле управления И непосредственно подключение к кольцам Главное показал принцип Как рассчитывается система С ручными балансировочными вентилями То лучше все-таки ставить Автоматические балансировочные вентили И это вам предписано нормативами Нежели ручные Но продемонстрировано То есть как необходимо Проектировать эту систему С ручными балансировочными вентилями На этом кресе все Про вертикальные системы отопления Всем спасибо за внимание Кому это было полезно Всем удачных расчетов и систем До следующего видео И до свидания Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода